Сегодня продолжим изучение цикла FOR. Напишем программу, которая будет строить пирамиду. То есть у нас пирамида похоже на что? Внизу большие блоки, потом еще больше, меньше, 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 пока не станут совсем маленькими. Значит, создадим скрипт, workspace, скрипт. Вот тут можно написать пирамидка. Так, сначала заполним координаты места спалма, как обычно. x1 равно равно gain workspace spawn location position x Так, тут замечание такое сделаю. Если у кого-то вдруг вот нет spawn location, значит вы его забыли сюда добавить. То есть нужно добавить его сначала на workspace модель spawn так, теперь нам нужны y и z y z Так, теперь напишем late Скажем, 10 секунд Значит, пирамидка у нас внизу будет большие блоки, а вверх будут уменьшаться. Поэтому попробуем взять цикл убывающей и равно 7 до единички, шаг минус 1. Вот так это записывается, так еще раз. И начинается с 7, заканчивается единицей, шаг минус 1. То есть и у нас принимает значение 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Столько раз повторяется цикл. Так, опять, wait 0 и 5 секунды, чтобы, ну, как анимацию как бы смотреть. А теперь напишем команду, которая создает блок local local b1 distance new part hibital game workspace пейс так, теперь дальше напишем цвет с легкого начнем b1 brick brick color color new нет, не будем написать, напишем random разноцветный random так, теперь разберемся с позицией p1 p1 position p1 значит, опять напоминаю, что раз у нас три координаты, значит, мы должны использовать команду вектор 3 3 координаты а new так, теперь x1 это, пусть он будет справа от места спауна, напишем плюс 20 теперь y1 по высоте и z1 z1 z у нас меняться не будет, потому что у нас пирамидка вверх будет расти, а вот с y нужно что-то решать, то есть как-то он должен у нас изменяться как значит, вот такой вопрос а то есть каждый раз у нас позиция по высоте должна прибавляться сколько столько, сколько у нас ширина нашего блока ну, предположим, что у нас вернее как напишем в начале к у нас равно будет так, local заведем переменную для ширины блока ну, пока так напишем будем к этому y добавлять этот k а чему он будет равен? к тому, чему у нас равна величина y каждого блока как это написать? p1 size y так с этим разобрались и теперь нам еще нужен размер да, то есть мы хотели, чтобы у нас блоки менялись у блока менялся размер то есть внизу большие блоки вверху маленькие значит, p1 что такое p1 size будет равен опять вектор 3 нам нужен потому, что у нас размер тоже состоит с трех цифр частей, так сказать ну 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 и что получается пусть у нас x и z зависят от и а y толщина не будет зависеть потому, что некрасиво будет получается, что ну, пусть сначала так напишем 2, ну, сколько 2, 2 и посмотрим что получается нет сразу напишем умножить на и умножить на и поскольку мы уже объясняли что у нас должны блоки увеличиваться попробуем что у нас вышло так ну вроде ошибок нету так вот то есть считаем раз раз два три четыре пять шесть семь частей стоп ну давайте попробуем здесь сделать 10 то есть мы должны испытывать программу при разных выходных всяких значениях ну вот у нас пирамиды скидка видимо как-то памяти что ли отъедает много даже девочка выстрел получилось стоп давайте тут напишем все-таки 10 скажем 6 и такой сделаем бонус пусть пусть у нас последняя самая верхняя макушка плитка будет неоновая как это сделать много способов есть но мы попробуем опять их использовать то есть если номер а какой самый верхний номер и равен единичке и равен единичке то п1 материал равен материал и он ну посмотрим надеюсь это получится вот то есть у нас пирамида наверху которая горит цвет получилась так ну надеюсь с циклами мы разобрались можно еще сделать конечно в руках так что может с рукой так ну на этом стоп все все все